Число ваших хромосом покажет ваш диагноз. Всем привет, друзья! С вами снова Люсик, и сегодня я хотел бы представить вам очень красивый и дешёвый инвентарь, на который вы всего лишь потратите 100 голды или примерно 140 рублей, если будете донатить в игру. Как вам такое? Если заинтересовало, то обязательно поставь лайк и подпишись на канал. А также не забудь врубить колокольчик, чтобы не пропускать новое видео. Поехали! А первым в списке у нас является Глок Инферно. Он стоит очень и очень дёшево, всего лишь 0,5 голды. И за такие деньги это самое лучшее решение. Дальше идёт офигенный скин на P350, и называется он Скул. Не знаю, почему разработчики его так недооценили и поставили всего лишь в промышленное качество, но скин достаточно годный по мне и стоит всего лишь 0,5 голды. Далее мы немножечко раскошелимся и закупим офигенный Диггл под названием Драгонглаз. Стоит он по сравнению с предыдущими скинами достаточно немало, 20 голды. Но согласитесь, получить Драгонглаз на минималках это круто. Далее идёт UMP45, и на него я взял скин Cyberpunk. И он стоит всего лишь 9 голды. На МП7 выбор достаточно небольшой, и два эти скина находятся в запрещенном и засекреченном качестве. Поэтому берём который подешевле оффроуд за 17 голды. И в принципе этот скин тоже неплохой. Далее у нас идёт петух, и я решил немножечко раскошелиться и купить самый дорогой скин. Называется он по-моему Гоул, если я не ошибаюсь, конечно. Стоит данный скинчанский примерно 10 голды. Далее у нас идут винтовки, и на ФАМАС я подобрал скин Бигл. Не решился я взять всё-таки из новой коллекции Хул, потому что скин, по моему мнению, полное говнище. Кстати, стоит он всего лишь 8 голды. Далее идёт АКР, и взял я на него скин из новой коллекции Карбон. Стоит он всего лишь 8 голды, и за свои деньги, в принципе, он очень неплохой. Далее идёт очень красивый и недорогой скин на АКР-12 Аврора, который стоит всего лишь 0,5 голды. Далее идёт М4, и взял я на неё один из самых дорогих скинов, Гранд Прикс. Этот охрененный скин вам обойдётся всего лишь в 20 голды. Далее идёт М16, и прикиньте, 3 скина всего лишь есть на данное оружие. Я взял скин Фэйсет из второй коллекции Фуриус, всего лишь за 0,2 голды. На АВМ, на минималках или по-другому М40 я взял скин из новой коллекции Бигл. Мне кажется, это один из лучших скинов на М40 и по яркости, и по цене. А стоит он всего лишь 2 голды. Далее идёт АВМ, и здесь я вам даю выбрать. Либо вы берёте Скрэтч, который очень хорошо подходит тем, кто любит минималистичные скины. Либо вы берёте Яркий Феникс. Цены у них примерно одинаковые, и стоят они по 2 голды. И осталось наконец-то у нас последнее оружие. Это дробовик, а точнее СМ-10-14. И на него я взял из первой коллекции скин Pathfinder. И стоит такой скин 1,5 голды. На этом на сегодня всё. Обязательно поставьте лайк, если вам понравилось. А также, если хотите ещё бить закупки на 10 и на целых тысячу голды. Подписывайтесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы смотреть видео первыми. Спасибо за просмотр, дорогой друг. Удачи тебе. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok